Одна несторожная искра и пламя охватывает все поле. Тренировочные учения, своего рода экзамен перед реальным боем с огнем. Так, рядом с поселком Бабино-Поддержинском прошли пожарные учения. По легенде, сухая трава загорелась на площади 6 гектаров. Вполне стандартная история в пожарный опасный период, говорят в МЧС. Главное в таких случаях действовать строго по инструкции. Видите, что недавно произошло у нас в Иркутске, что сейчас происходит в районе Оренбурга. Надо быть готовым к любой чудесной ситуации. И такие учения, натурные, собственно говоря, в естественных условиях, это очень полезная вещь. В плане понимания, какой актив имеется в муниципальном образовании, какой актив имеется, как он работает и слаженно в том числе работает у наших коллег служб против пожарного надзора. Сначала на место прибывает пожарная инициативная группа поселка Бабино. Следом на ликвидацию возгорания подтягиваются машины МЧС и даже военный отряд. При такой группировке сил, говорят спасатели, на борьбу с огнем уходит около пяти часов. Но в этот раз природа оказалась благосклонна. Зарядил дождь и с огнем удалось справиться всего за 40 минут. В знойную погоду в подобных случаях спасателям помогает авиация. Борьба с огнем – обычный трудовой день любого спасателя. Только за первое полугодие в региональном управлении МЧС зарегистрировано более 38 тысяч выездов на ликвидацию огненных ситуаций. Также удалось обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и оперативно отработать на происшествии со взрывом в Держинске. Таковы итоги работы Нижегородского чрезвычайного ведомства за шесть месяцев. Что-то получилось, где-то мы понимаем, чем надо заниматься. Поэтому, в первую очередь, задачи были поставлены, чтобы успешно завершить пожароопасный период, закончить летнюю оздоровительную кампанию, подготовить школы и целенаправленно готовиться уже к зимнему периоду, который для нас всегда является сложным, как вопросом пожарной безопасности, прохождения топительного сезона. Для удобства и контроля в выполнении пожарных мероприятий в Держинске запустили пилотную информационную систему «Антипожар». Теперь специалисты смогут отслеживать пожарную ситуацию в районе, а также оценивать работоспособность гидратов и необходимость обновления противопожарных полос вокруг населенных пунктов. Появление такой программы – это новация. Это серьезный шаг вперед, во-первых, к организации оценки состояния дел по противопожарной безопасности. Это очень важный, существенный, конкретный, эффективный шаг. Я очень позитивно оцениваю эту работу. Пока такая система работает только в Держинске, но в региональном главке МЧС заверили, что совсем скоро опытную разработку будут использовать и в других районах области. Анна Давыдова, Ренат Бигбаев. Время новостей.